Шива тоха, гутывох, хорошей недели! У нас 115 урок по Мишли. Мы находимся в 14-й главе, предложение номер 16. Тед Зайн. Шлома Амеллах говорит нам такую вещь. Вначале по-русски. Мудрый, опасается, избегает зла, а глупый, гневлив и самонадеян. Слов таких по-русски не выговорить. Говорит теперь на иврите, что здесь сказано. Хахам-ире вэсар-мира, вэксиль метабер-оботех. На самом деле, есть много переводов этого предложения. Мы сейчас все их посмотрим. Во всяком случае, несколько. Потому что даже слово ира, который здесь переведен как увидит, есть, который переводится увидит, есть те, кто переводит испугается. Митабер, это слово, которое есть, кто переводит, сделает авэйру от слова аваравэйра, есть, кто переводит ослепнет, и вэр от слова слепота. Как он перевел, я уже забыл за это время. Гневник вэксиль метабер-оботех. Он перевел слово гневлив и самонадеятельный. Окей, посмотрим, начнем с Мальбима. Говорит Мальбим, что хохма, хахам, он увидит и отклонится от зла. Начинаем с такого стандартного перевода. Хохма, она нуждается в мусаре. Имеется в виду, я думаю, что слово мусар и слово хохма не надо переводить все-таки. Имеется в виду, что когда пути человеческих медот, его качеств, в каждой из них есть два пути. В каждой меде, в каждом качестве есть две дороги. Одна дорога – это дорога мудрости. И обратная дорога – дорога глупости. Ецар человеческого сердца, он склоняет человека к озлу, потому что он рисует всякие цуэрим, всякие картины, которые образуются в сердце человека с самого рождения. И они склоняются к Таеве. Таеву меня просили переводить «получение удовольствия». Ну вот, это слово я не знаю. «Получение удовольствия». «Ве таанугод басар» и удовольствие, которое получает плоть. Пусть будет вожделение. «Вахофиме даркея хохма». И это обратное тому, что называется «пути хохма», «пути мудрости». И вот, во время, когда Ецар Гора начинает соблазнять человека и склонять его от мудрости, то с легкостью человек слушает советы своего Ецара. Советы мудрости слушать достаточно тяжело, а советы Ецара, которые запечатаны, находятся в сердце, слушать легко. Поэтому нужно какие-то вещи, с помощью которых найдутся духовные силы, душевные силы, я не знаю, как это сказать, чтобы они вышли за пределы обычной мудрости, и человек смог противостоять своему Ецару. «Мусар» – это понятие мусара, это понятие Ирад Гошем. В Мальме переводят, что такое мусар – это страх перед Всевышним. Я уже говорил, что слово «мусар» переводится «мусар» от слова «ла-сор», сделать себе запреты дополнительные. «Мусар» – это Ирад Гошем, потому что в сегодняшнем языке мусарников слово «мусар» – это больше наука о моральных качествах человека. Но всюду, где в Торе упоминается мусар, он упоминается именно так, как перевел его здесь Мальбим, а именно Ирад Гошем. Когда человек знает, что есть Мелых Годоль, который стоит над ним, какой-то царь, который несоизмеримо выше находится над ним, и видит все его действия, и человек стесняется, во-первых, и боится, во-вторых, сделать какие-то вещи против желания царя. Здесь сказано «стесняется и боится», говорит Мальбим, поскольку он указывает на два вида Ирада Гошем, два вида боязни Всевышнего. Первый вид боязни перед Всевышним – это я боюсь, что мне дадут по голове, меня накажут. И второй вид страха перед Всевышним – это то, что я осознаю, кто находится надо мной, и Рад и Трамамут на иврите это звучит, боязнь, величины, величия Всевышнего. И я понимаю, насколько я ниже, чем муравей и букашка, и что я творю, когда я нарушаю его замысел. Вот это он переводит как слово «стыд» и слово «боязнь». Два вида страха перед Всевышним. Поэтому в начале, начало мудрости, как мы уже читали в другом месте Мишли, решит хохма Ирада Гошем, начало мудрости и страх перед Всевышним, что это является условием для мудрости и ворота, через который мудрость может начать мудреть, я не знаю, как сказать, проявляться. То есть, невозможна мудрость без Ирада Гошем. И, как говорит Перкиавод, с другой стороны, мы уже это обсуждали, сегодня не будем, что невозможен Ирада Гошем без мудрости. Это две вещи, которые должны идти вместе. Это то, о чем сказано, что «Ин амгарец хосит». Амгарец, нечестивец, не может стать благочестивым человеком. И «эн хохма ин ира, эйн ира ин хохма». Нет мудрости, нет страха, нет страха, нет мудрости. Ира, страх перед Всевышним, посредством нему человек отклоняется от зла и не склоняется по совету мудрости, потому что мусар, он делает и сур какой-то запрет, организует запреты для духовных сил, для того, чтобы сделать им какие-то ограды, для того, чтобы человек не перешел дозволенные границы. Это, таким образом, перевод Мальбима фактически звучит не так, как переведено на русском языке, а он звучит таким образом. «Хахам будет бояться и отодвинется от зла, и свернет от зла». Другой перевод «увидим», «увидит и отодвинется от зла» тоже существует, поэтому его тоже будем разбирать. Но ксиль, глупец, он метавер вавер гвуль омасер гвуль хохма. Он делает авэру и проходит через границы мусара и границы, которые ставят ему мудрость. То есть, существуют определенные границы, внутри которых человек делает какие-то вещи, может быть, не очень хорошие, но это еще не называется преступлением. Лавор гвуль – перейти границу. Это то, что называется преступлением, а на ювелите называется коротко авера. Авера – слово «лавор» – «преступить». Так вот, глупец, он переходит границу, и границу мусара, и, соответственно, границу мудрости, и в результате он нарушает Тору. И он ботех, и он уверен, что бетахон – есть понятие бетахона, понятие уверенности. Это вещь, которая говорит Мальвим интересную фразу. Если сегодня кто-то, кроме Мальвима, произнес эту фразу, то большая часть Машгехов и Шивы убили бы его камнями, не задумываясь. Мальвима убить трудно, может быть, потому что он уже умер. Так говорит Мальвим, что бетахон – это обратная боязнь Всевышнего, потому что он не боится и не трепещет перед Всевышним, и поэтому он уверен в том, что все будет хорошо. Я потом вернусь к этому, когда мы прочитаем комментарии Гаона, и мы поговорим о том, что такое бетахон, и как его надо понимать, и так далее. Но я хочу обратить просто ваше внимание на то, что говорит Мальвим, что слово бетахон – это слово обратное, понятие обратное страху перед Всевышним. Сегодня в терминах, которые мы употребляем, бетахон – это наиболее высокий уровень иммуны, наиболее высокий уровень уверенности во Всевышнем. Поэтому надо понять, что это за два вида бетахона, и чуть-чуть позже мы об этом поговорим. Сейчас читаем, что говорит Гаон Мивильно на эту тему. Хахам и Реба сар мира. Хахам увидит или убоится и свернет от озла. Сейчас увидим, как Гаон переводит слово «видеть или бояться». Имеется в виду, что Хахам заранее видит препятствия и идет по тому пути, чтобы не прийти к какой-то плохой вещи. И он отодвигается, отклоняется от вещи, от дороги, которая может привести его козлу. То есть Гаон переводит так, как переведено в русском переводе, вернее, русский перевод так, как перевел Гаон. И он переводит слово «ира» не слово «боязнь», а слово «видеть». Он говорит, что мудрец видит мир, 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 миху, хахам, араэд, ганалат, говорит Мишна. Кто такой мудрец? Тот, кто видит то, что должно родиться. То есть человек, который смотрит на несколько ходов или хотя бы на один шаг вперед, для того, чтобы увидеть, что будет, если он сделал какое-то действие, и понимает, что если он сделал действие, то это может его, не дай бог, привести к каким-то плохим последствиям. Не имеется в виду, что когда он делает этот шаг, то он тут же делает авейру. Человек, который смотрит, чтобы не сделать авейру, такого человека нельзя назвать хахамом. Хахам – это именно тот, кто видит налад, он видит, как из его действия произойдет какое-то другое, как это другое может привести к авейре. И тогда он не делает первого действия, потому что оно является громой второго, третьего, пятого, и в результате может, не дай бог, привести к какой-то авейре. Он не идет по тому пути, который может отдаленно привести к преступлению. Я несколько раз повторил одно и то же, для того, чтобы это было понятно, что имеется в виду. Поскольку следующая фраза Шламу Амелаха, она говорит не о хахаме, а о ксиле. Глупец. Глупец – он метавер об атех. Я не знаю, как сейчас перевести слово метавер, потому что, как бы я ни перевел, я исключу один из комментариев, который дается. Поэтому давайте мы сейчас будем читать и увидим, как разные комментарии по-разному переводят это слово. Глупец. Он идет, проходит по дороге, по месту, где есть возможность ошибиться. То есть, первый комментарий Гаона говорит, что слово «авер», перевод этого слова, надо читать так. Глупец. Он идет, и он уверен. Идет в место, по которому не идет хахам, потому что хахам видит, что там можно споткнуться. А он идет в этом месте, и у него есть уверенность в том, что все будет хорошо. Что за уверенность у него есть? Слушайте внимательно. «Обатех баашем шелоли воле деира». И он уверен во Всевышнем, что Всевышний не приведет его к каким-то неприятным последствиям. И эта уверенность называется бетахон ксилим. Человек, который говорит «я уверен во Всевышнем», в данном случае, говорит Гаон. Это называется уверенность глупца. Что имеется в виду? Я думаю, что многие люди много раз слышали кого-то, который говорит «они батох, есть бетахоны, окодыш боровой азор, Всевышний все сделает, все будет замечательно» и так далее. И обычно человек, который это говорит, люди, которые это слышат, считают, что человек, который так говорит, это какой-то грандиозный уровень иммуны, грандиозный уровень веры во Всевышнего и так далее. И Мальбим, и Гаон Байнатаем пока говорят о том, что это называется не вера во Всевышнего, а не страх перед Всевышним, а глупость. И еще, другой пируш. Каждый раз, когда Гаон пишет «вот», это означает, что он дает другой комментарий. «Хахам ере ва сар мира, хахам ере и отодвинется от зла, хахам ере ми фахет тамит». Тот же комментарий, который дает Мальбим, что хахам он постоянно опасается, постоянно боится. Поэтому «он сар милэгарал шумадам», он боится, но совершенно новый комментарий, он боится сделать зло любому человеку. То есть, до сих пор мы учили, что Шлома Меллах учит этот пасук про зло, которое оказывается расшаитство Бенадам Лумаком между человеком и Творцом. Сейчас Гаон вводит новый комментарий, что это имеется в виду, что человек боится сделать зло другому человеку. Причем боится не из-за понятия «и рад шамаем», не из-за понятия, что вот я сделаю кому-то плохо, и я боюсь, что Всевышний меня за это накажет. Нет, ничего подобного. Человек рассуждает здраво и говорит «Энлыха адамше Энлыша». Не бывает такого человека, у которого не будет какого-то удобного момента, какого-то момента, когда он будет на горе, высоко находиться, возвыситься. Я боюсь, что он инком на комат мемена, и он будет мне мстить. Поэтому я не буду делать ему зла не потому, к какому-то такой причине высокой, а просто потому, что я боюсь, что потом он отомстит. Но ксиль, но глупец. Он метавер. Что такое метавер? Он проходит, переходит. Он, находясь в кассе, в гневе на своего товарища, Мария Лахавера, он делает зло другому человеку. Убатехи он уверен. Шилой халамот на кдолалам, что тот не сможет ничего ему сделать никогда. Вуярдов, а то атлахаяф. А тот, которому сделано зло сегодня, он будет потом преследовать своего врага до конца его жизни. Это еще один комментарий. Чем отличается хахам от ксиля? То, что хахам понимает, что если сегодня я сильнее, поскольку мне 30 лет, а ему только 10, то завтра, когда мне будет 70 лет, ему может оказаться всего 50, и окажется, что он сильнее. Я сейчас говорю о физической силе, но понятно, что есть не только физическая, но и, как бы это сказать, и не физическая сила. И человек может стать каким-то там большим человеком и отомстить. И второй комментарий, который дает Гаван, просто мудрый человек, он боится, что ему отомстят и никогда не будет делать гадости другому. Еще один комментарий Гавана. Вот. Хахам будет бояться Всевышнего и отодвигаться от зла и не делать оверот. Аксиль, а тупой человек. Он делает оверо, и он уверен во Всевышнем. Как может делать оверо, быть уверенным во Всевышнем? Он уверен, что Всевышний простит ему. Как сказано. Не будьте уверены во Всевышнем, что он простит. Сейчас я соединю несколько комментариев вместе, для того, чтобы упростить и начать обсуждать общую картину. Первый комментарий, с которым мы начнем, комментарий, который исключает из этой истории Всевышнего полностью. И говорит в отношениях между людьми, что хахам, он понимает, что кто-то, кто сегодня слабее меня, завтра может оказаться сильнее меня. И он не будет ему делать гадости просто из-за опасения того, что он им отомстит. Аксиль, глупец, он считает, что я всегда буду главным, а он всегда будет второстепенным. И из-за этого спотыкается, делает глупости и в результате получает по голове. Простой, примитивный комментарий. Второй комментарий, что мудрец смотрит, что произойдет, и не входит в ту ситуацию, в которой может произойти какое-то преткновение. Не может оказаться, не будет оказываться в том месте, где в результате будет тяжело оттуда выбраться. И он видит, то есть, кто такой хахам, тот, кто видит налад. И здесь слово ира переводится не как страх, а как наблюдение. Аксиль, глупец, он не думает о том, что может произойти, потому что у него есть уверенность во Всевышнем. Я буду спокойно идти своей дорогой, а Всевышний, он спасет, он поможет. И надо быть уверенным в Творце, и не надо много думать ни на какие темы. Такого человека Шламамеллах называют глупцом. А в Хагелите он говорит, что видел я и Торон Хахама, видел я плюс величия Хахама над глупцом, как величие, какую-то огромную разницу. Шамай-Ваарец, небо и земля. Человек, который умный человек, он отличается от глупца, так как отличается небо и земля. То есть, отличие совершенно огромное. И здесь он объясняет, о каком отличии идет речь. Говорит Гаон, что отличие, о котором идет речь, это то, что человек глупый, он, прикрываясь уверенностью во Всевышнем, не смотрит, что может произойти, и делает всякую чушь. Человек же, который мудрец, он смотрит вперед и идет туда, где можно сделать Аверу. И последний комментарий, который мы сказали, это умный человек, видя, что это может привести к Аверу, очень близко к первому комментарию, видя, что это может прийти к Авере, он не пойдет по пути, который может прийти к Авере. А глупец, он не только не видит того, что можно прийти к Авере, но даже когда он видит саму Аверу, он продолжает не бояться и продолжает прикрываться тем же понятием, которое называется бетахон, уверенность во Всевышнем. Говорят, что даже если я, во-первых, первая часть, я пойду по этому пути, несмотря на то, что он опасен, ничего страшного. Всевышний меня спасет, убережет и все будет хорошо. Второй, это что даже если я сделаю Аверу, я сделаю Чуву, а Кодыш Бруу спасет, простит меня за ту Аверу, которую я сделал, поэтому ничего страшного в Авере нету, Чува всегда помогает и все будет хорошо. Финита ля комедия. Это несколько комментариев, которые даны, и понятно, что нам надо здесь остановиться и попытаться понять, что такое бетахон, глупца, что такое бетахон умного человека, ухахама, есть ли вообще ухахама бетахон или хахама, это человек, у которого не должно быть бетахона, как вообще относиться к такому понятию, которое сегодня звучит на каждом шагу и о котором кричат много-много людей. Обычно, когда много людей кричат, это признак глупости, а не ума, поэтому здесь уже сказано, что количество, маловероятно, что это объясняет, а что-то решает, но, тем не менее, попытаемся с этим разобраться. Вопрос, я думаю, понятен. Рамбан определяет понятие бетахон как сниф эмуна, отдел понятия эмуны, отдел понятия веры. Так Рамбан объясняет, что такое бетахон и говорит о том, что человек, который верит во Всевышнего, его вера, его уверенность, его понимание Творца, оно достигает такого уровня, что человек понимает, что для Всевышнего нету ничего невозможного. И это бетахон, который базируется на эмуне, на вере и в понимании, что такое Творец. Это первый шлав, с которым начинается понятие бетахон. Дальше существует много деталей, которые надо попытаться обсудить. Есть известная книга «Хавот-Алевавот», в которой я даже не знаю, как ее перевести на русский язык. «Заповеди сердца». Обязанности, наверное, сердца, да? «Обязанности сердца». Тяжелый перевод, потому что он ничего не объясняет. Это книга, которая, в общем, книга по Мусару, которая некоторые главы, которые совершенно невозможно сегодня понять, поскольку понятно, что ситуация меняется, и люди меняются, качество людей, кстати сказать, не меняется при этом, но примеры для того, чтобы объяснить качество, должны быть немножко изменены. Мне, например, очень мало говорит пример о том, что лучше, быть уверенным во Всевышнем или алхимиком, поскольку вот такая яцергара превратится в алхимика последние много лет у меня отсутствует, и думаю, что у многих других. А вот Левот пишет об этом не страницы, а много глав на эту тему, объясняя, чем алхимик ниже, чем человек, который уверен в Творце. Но этой частью мы заниматься не будем. Но Хавот Левот дает определенное определение, у меня хороший русский язык, какое некое определение понятия бетахона, которое говорит о том, что когда человек по-настоящему, его уровень веры во Всевышнюю настолько велик, что он знает на сто процентов, никаких сфекот, никаких сомнений нету, что Акадаш Бургу может сделать все, что угодно, то в этот момент человек, который находится в состоянии, я не знаю, чего, он тем не менее понимает, что Акадаш Бургу изменить все законы природы, передвинуть то, чего ему надо, туда, когда ему надо, не стоит абсолютно ничего, и управлять миром по законам природы, без законам природы и так далее, для Творца нету никакой разницы, нету ничего невозможного для Всевышнего, поэтому в любой ситуации, в которой я нахожусь, я могу быть уверен, что Акадаш Бургу мне поможет, и все будет нормально, и тогда этот человек, например, не ходя на работу и так далее, не прилагая никаких усилий для того, чтобы получить зарплату, он может быть уверен в том, что Акадаш Бургу даст ему пропитание, и все будет хорошо и так далее, не надо заниматься алхимией для того, чтобы быть богатым. Это общая идея Хавот-Левавод. Хазаныш первый из тех, кого я знаю, который приходит задать несколько вопросов на Хавот-Левавод и дает определение совершенно другое. Лихойра на первый взгляд, на мой взгляд, не на первый, а полностью, но есть те, кто говорят, что Акадаш Бургу, Хазаныш спорит с кого-то Левавод и объясняет Бетахон совершенно другим образом. Главное окушья состоит в трудности, состоит в простом вопросе. Сто процентно, что Акадаш Бургу, что Всевышний может все, и законы природы Всевышнему не указ. Никаких сомнений нет. Но кто сказал, что Всевышний хочет того же самого, что хочу я? Я уверен, что Всевышний может сделать так, чтобы я стал в одну секунду бунтимиллионером. Может, действительно. Но кто сказал, что Всевышний этого еще и хочет? Я хочу. Я знаю, что я хочу. Но кто сказал, что мои желания совпадают с желаниями Всевышнего? Что-то наподобие тоста из кавказской пленницы выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Возможности у Всевышнего есть. Проблема в том, что желание есть не у Всевышнего, а у нас. Поэтому Хазаныш говорит, что бетахон, когда человек уверен, что я сейчас стану мультимиллионером, я перевожу на свой язык, Хазаныш понятно, что не так пишет, ничего общего с бетахоном не имеет. Это неправильное понимание понятия бетахон, понятия уверенности во Всевышнем. Нормальная уверенность во Всевышнем – это намного более грустная картина. Я уверен, что все, что Всевышний хочет, именно это со мной и произойдет. Или другими словами, все, что со мной произойдет, я уверен, что это и есть желание Творца. Поэтому это не означает, что все будет хорошо. Кто сказал, что Всевышний… То есть хорошо будет, это точно. Но кто сказал, что хорошо, которое я понимаю как хорошо, и Всевышний в данную секунду совпадает. Далеко не всегда это совпадающие вещи. Поэтому Хазаныш объясняет, что это неправильное понимание бетахона, и фактически он объясняет, что это бетахон, о котором говорит сейчас Шламу Амеллах, бетахон, который называется бетахон Гаксиль, бетахон глупца. Когда человек твердо уверен, что Всевышний сделает именно то, что ему сейчас нужно. Шлом Амеллах приводит, так как объясняет его Гагро, Шлом Амеллах приводит немножечко другие примеры, но очень близкие. Он говорит, что Ксиль совершенно не планирует понять, по этой дороге опасно идти или не опасно идти. Потому что очевидно, что даже если по ней опасно идти или не опасно идти, Всевышний захочет, меня прибьет, захочет, не придет. Так какая разница, по какой дороге я иду? Всевышний же решает, что произойдет. Это действительно так, Всевышний решает. Но когда мы переводим, давайте переведем на какую-нибудь такую вот простую ситуацию. Человек садится за руль машины, человек, который привык ездить на машине в Англии, Садится и по той же стороне, как принято в Англии, едет в Европе в других местах. То есть против течения. И говорит о том, что я так привык ездить. Да, это опасно, но Акадашбругу может меня спасти, если он меня захочет спасти. И идет на скорости 200 км в час в лобовую атаку на грузовик. И твердо говорит о том, что Акадашбругу, если захочет, спасет. Действительно, если захочет, спасет. Называется это бетахоном? Называется. Это бетахон глупца. Поскольку человек должен понимать, что существует определенный махалах, определенный путь, который Всевышний установил в этом мире. И законы природы, в том числе законы земного притяжения и так далее, тоже установил Творец мира. И я должен жить в соответствии с этими законами. Законы Торы – это тоже те же самые законы, которые Всевышний сделал, ввел в этот мир. Может быть, швот, может быть, во время дарования мира, может быть, за 26 поколений до дарования мира, может быть, постепенно. Но мир двигается согласно законам Торы, и согласно законам Торы идет вся жизнь. Ториак Митцвод, которые написаны, они написаны для хахама, для мудреца. Человек, который говорит, я уверен, что даже если пойду по тому пути, где можно сделать Абейру, обычно, кстати сказать, такие люди не едут с другой стороны улицы со скоростью 150 км в час, потому что здесь у них не хватает бетахона, не хватает уверенности в том, что лобовая атака кончится хорошо. Но пойти в то место, где может оказаться опасность Абейра и так далее, на это у них хватает бетахона уверенности, что Всевышний предохранит их от Абейрот. Понятно, что это базируется на том, что у этого человека нету страха, и это то, что говорит Гагро в другом Перуше, и Мальбе в этом же Перуше, которые говорят о том, что хахам, он боится, поэтому он не полагается на свой бетахон. Ксиль, у него нету страха, глупец, у него нету страха перед Всевышним, поэтому у него есть бетахон, бетахон отсутствие Ират Шамая. Поскольку человек, который действительно боится, что что-то произойдет, он не будет полагаться на то, что Всевышний в последний момент наверняка меня спасет. Это общий махалах, который здесь говорят и Мальбим, и Гаон, но Гаон добавляет еще два других пути, которые мы уже обсудили. Окей, одну секундочку, я смотрю, есть ли у меня еще что-то, что я пометил. Нету. Есть еще одно место на тот Перуше Гаона, который я почти пропустил, где Гаон объясняет, что мудрый человек, он видит, что произойдет, и не будет мстить никому, потому что нету человека, у которого нету своего часа, и если я сегодня пристану к какому-нибудь ребенку, то потом он может оказаться, когда будет взрослым, а я старый, то он не сильно отомстит. Он приводит Мишну в трактате Пиркеот и Гемора Псохим. Гемора Псохим на Куфют Гимал приводится. Три человека не завидуют их, не мстят этим трем людям. Вот эти три человека – маленький нееврей, маленькая змея и Талмит Катан, и маленький ученик. Майтайма почему это не делает? Потому что они идут вслед того своих хозяев, своего господина, и раз уж объясняют, что в дальнейшем они вырастут, и когда вырастет, то ты будешь их бояться, и они будут всем мстить. То есть, то, что здесь говорит Шлома Амела, Гемора приводит в другом виде немножечко, и Гагро приводит этот пируш для того, чтобы сказать, что этот пируш Геморы. Гемора не объясняет так пасук из Мишли, но пасук из Мишли намекает и на эту тему тоже. Таким образом, у нас есть общих три шата. Тот, кто видит, тот, кто боится – это Хахам. Тот, кто не видит и не боится, и уверен во Всевышнем – это Ксиль. Только вот давайте подумайте, некоторые виды нашего бетахона, которые у каждого из нас есть, к чему они относятся – к уверенности во Всевышнем или к глупости, о котором говорит Шлома Амела. Потому что очень часто я последние уже несколько лет слышу слово бетахон, 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 когда звучит оно вот именно так, как сейчас вот цитируют Шлома Амела. Ксиль метавер у ботех. И я сейчас не нахожу где, но я видел еще один комментарий сегодня, когда просматривал, что еще слово метавер, которое есть, я его сказал вначале, происходит не от слова авэра, а от слова ивер слепой. Глупец, он слепнет, не видит ту авэра, которую он может сделать, и поэтому он уверен во Всевышнем и идет по этому пути, хотя ему показывают, что по этому пути идти ему нельзя. И мудрец, он смотрит, он видит и не идет, а глупец, он закрывает глаза, слепнет и идет по пути нехорошему. Теперь, поскольку я заговорил о бетахоне, есть известная такая статья, Моамар, Раф Ильяу Деслера про бетахон, который называется «Иштадлут и бетахон», который называется «Усилия и уверенность», где Раф Деслер объясняет, он идет по пути Хазаныша, хотя я не помню сейчас, я очень много лет назад его читал, но он идет по пути Хазаныша, я не помню, чтобы он привел Хазаныша, но он объясняет, что бывает бетахон глупца, а бывает бетахон нормального человека. Бетахон, говорит Раф Деслер, должен базироваться на уровне иммуны человека. Он соответствует должен тому уровню, на котором находится человек. Человек, находящийся на действительно высоком уровне иммуны, как формулировал Рамбан, что существует понятие, что бетахон – это сниф иммуна, бетахон – это раздел веры во Всевышнего. Человек, который находится на каком-то невероятно высоком уровне бетахона, ему надо делать очень мало усилий для того, чтобы Всевышний сделал то, что он хочет. Например, он разбирает это на нескольких примерах, возьмем один из них, пример заработной платы. Понятно, что парноса – одна из таких пропитаний, одна из таких вещей, которые в этом мире даются тяжело или легко по-разному разным людям, но во всяком случае, те вещи, которые требуют какого-то минимального или максимального количества усилий человека в этом мире. И возникает вопрос, зачем человек должен прилагать какие-то усилия для того, чтобы заработать. Ведь после того, как он заработал, он должен четко понимать, что то, что он заработал, это не он заработал, а это дано Всевышнему. Если он этого не понимает, то это большая проблема. Все заповеди Трума, Бекури, Моасер, они пришли для того, чтобы научить человека понимать, что все его доходы, они от Всевышнего, а не от его Моаса Капаем, а не от действий его рук. Если человек считает, что это он сделал и не вводит в эту историю со Всевышним, не вводит в этот алгоритм Творца, то это хосер эмуна, недостаток веры в Творца и недостаток Бетахона в какой-то огромной пропорции. И если так, задает вопрос Равдессер, вообще, в принципе, зачем человеку нужно работать? Сиди себе спокойно, занимайся Торой и будь уверен, что любому человеку, который занимается Торой, Всевышний даст параносу, даст заработок и так далее. Говорит Равдессер, что инхахинами, таки да, такое бывает. Человек, который находится на таком уровне Бетахона, на таком уровне уверенности во Всевышнем, веры в Творца, как, например, Равшмуэль Салантер, ему не нужно было выходить на работу для того, чтобы выполнить обязанности Ештадлута, обязанности, усилий для того, чтобы добыть пропитание. Равшмуэль Салантер раз в сколько-то месяцев покупал лотерейный билетик, и он знал, что он выполнил то, что он обязан сделать. Теперь Всевышний может послать ему параносу. Хочет через лотерейный билетик, хочет как-то иначе, но он ему пошлет то, что нужно. Поскольку его уверенность и его вера была на очень высоком уровне, то ему это было достаточно. Пишет Равдессер, что сегодняшний человек, стандартный человек, который сидит где-то в Эрецисроек, который будет делать так же, как Равшмуэль Салантер, он, естественно, ничего не получит, потому что разница между Бетахоном Равшмуэль Салантера и его Бетахоном была огромна. Поэтому, когда он делает подобные вещи, то это не Бетахон, а это, как это сказать, выпендреж. Это, он считает, единственное слово, которое я знаю на всех языках, которое может определить, что он делает. И доказательство своих слов Равдессер приводит из истории с Маши Рабейну, когда Маши Рабейну должен ввести Амисрейль в Эрецисроек и посылает в Эрецисроек мираглем, разведчиков, которые должны войти в Эрецисроек и проверить, что там происходит, и понять, как правильно Амисрейль должен войти в Эрецисроек. На первый взгляд, идея очень простая. Идет война. Надо послать лазутчиков, диверсантов, разведчиков, которые будут, расскажут нам, как правильно, с какой стороны зайти, как правильно вести штурм, и дать какую-то информацию военачальнику. В Торе написано, И сказал Всевышний Маше, «Пошли себе мираглим». Говорит Раша, «Шлах лыха бешвельха для тебя. Хочешь ли, хочешь не шли. Как ты считаешь нужным?» Говорит Равдессер, что в этом пасуке Всевышний упрекает Маши Рабейну. «Тебе дано было право, ты имел право это сделать, но ты не должен был это сделать. Ты, Маше, которому Всевышний открылся так, как открылся больше никому, то, что ты видел на горе Синаи, то, что ты видишь все время, пока вы ходите по пустыне, 40 лет, как ведутся все воины Всевышнего и так далее, ты должен понять, что тебе не надо никакого усилия для того, чтобы войти в этот сусор. Можно просто войти, и все. На этом все закончится. Поскольку Маше шлет мираглим, делает гештадлут, который миутерит, гештадлут, который лишний, то в результате получается то, что получается, и мираглим возвращается 9-го ава, и отсюда корень разрушения двух храмов, корень всего, что произошло, из-за того, что вместо того, чтобы пойти по пути бетахона, настоящего бетахона, Маше Рабейну пошел по другому пути, и Маше Рабейну пошел по пути гештадлута, усилия в Нижнем мире, которое больше, чем требуется для уровня Маше. Проходит 40 лет. Сейчас не помню, пишет ли об этом Раф Дейслер, может быть, я сейчас от себя все начинаю гнать. Проходит 40 лет. Маше Рабейну умирает. Яшо Бен-Нун получает приказ войти в Эрицисрой. Яшо Бен-Нун посылает разведчиков для того, чтобы разведать Эрицисрой. Никто ни разу не упрекнул Яшо в том, что он сделал ошибку. Яшо Бен-Нун находится на другом уровне, не на уровне Маше. То есть, никто из нас даже в страшном сне не может представить уровни Яшо Бен-Нуна. Но, тем не менее, если лицо Маше как лицо Солнца, то лицо Яшо как лицо Луны. Яшо принимающее начало. Он принял от Маше. Маше массар Торова Яшо. Маше передал Тору Яшо. Яшо Бен-Нуну посылать разведчиков можно и нужно. Он не нарушает вот этой вот пропорции между Иштадлутом и Патахоном, между усилиями и уверенностями. Шло Мамелых сейчас к нам обращается. К нам, а не к Маше Робейну. Поскольку, если бы Маше Робейну шел по тому пути, по которому здесь идет Ксиль, да, у него бы не было этой проблемы. Маше Робейну не попался бы в ту ловушку Яцарары, в которую попадается каждый из нас. Но мы, находясь на другом уровне, когда мы кричим о том, что у нас есть Бетахон, мы кричим часто, по самым разным поводам, то Шло Мамелых объявляет нам, что это Бетахон Шель-Ксиль, Бетахон Глупца, а не Бетахон Хахама. А Хахам должен смотреть заранее, чтобы не попасть в какую-то историю. Мне недавно, Робинсен Зильберт, там у нас был какой-то разговор, ему задали какой-то вопрос, я случайно услышал этот вопрос, сказал, что мне недавно звонили, я думаю, что это тот же самый вопрос, там может быть такая-то проблема. Он говорит, чего же вы мне раньше не сказали, я уже дал ответ к совету, и если это та же самая проблема, то совет будет не самый идеальный. Почему? Потому что он не знал части этой истории, ну, он вывернулся, хорошо вывернулся из этой ситуации, но он мне тогда рассказал Майсу, что кто-то пошел к Брискирову и задал ему вопрос, что делать. Брискиров говорит, не надо туда идти, не надо этим заниматься вообще. Он говорит, я не могу, мне надо заняться. Нет выхода. Через некоторое время он приходит к Брискирову и говорит, вот получилось так-то и так-то, я не знаю, что теперь делать. Тот говорит, я тебе отвечу на вопрос, что теперь тебе делать. Помнишь, я тебе сказал, не делать первого шага? В болото не идут. Теперь ты попал в болото, спрашиваешь, как оттуда выплыть. В болото не идут. Я тебе с самого начала сказал, что этот шаг будет неправильный шаг, потому что посмотри, что будет дальше. Это фактически Брискиров рассказал эту притчу Шламу Амеллаха. Окей. Она что-то у меня заняла слишком много времени, поэтому двинемся дальше. Следующий пасук, пасук номер Юдзайн, пасук номер 17, говорит, «Вспыльчивый совершает глупость, а злоумышленник ненавистен». Я далеко не уверен, что этот перевод будет правильным переводом, поскольку здесь тоже есть не один комментарий, как читать этот пасук. Начинаем с Мальбима. Говорит Мальбим. «Кацарапаем ясе авлат иш мизимот есене». Тот, у которого «кацарапаем», есть понятие «орахапаем». «Орахапаем» – это одно из кинуим кличек, определений, объяснений, описаний Творца, что он долго терпим. Когда мы говорим в 13 мер милосердия, Всевышний «орахапаем», он долго терпит. «Кацар» – «ораха» – это длинный, «кацар» – это короткий. Человек, у которого короткое терпение, он будет делать глупость, а человек, мизимот, сейчас узнаем, что это такое, он будет либо сам ненавидеть, либо будут ненавидеть его. Мальбим говорит, что одна из путей твуны, одна из путей разума, лаарифав – это продлевать терпение. «Вышло ленком и не мстить, и не ссориться сразу же». Как сказано, «Эрифэпаем раф твуна». Тот, у кого много терпения, того много твуна, много разума. «Кацар» – «Маримевла», а тот, у которого маленькое терпение, «Кацар» – «во дух короткий», он сразу же поднимает глупость. И это путь мудрости. И также разум заставляет человека понять это. Михаев его доказывает правильность этого утверждения. Как сказано, «Сейхаль адам тарих апо». Разум человека будет продлевать его гнев. Потому что, если человек будет сразу же ссориться со своим товарищем или мстить ему, то он будет ссориться с ним, а тот с ним. И если я поссорился с Рувеном, то Рувен потом на меня обидится, и будет меня левазот, я не знаю, как сказать по-русски, позорить. Будет меня позорить. И в результате то зло, которое я оказал этому человеку, оно ко мне обратно вернется. Поэтому человек твунот, человек, у которого есть разум, он ехриш, он будет молчать. «Ясек мухериш», он сделается как глухонемой, не только не ответит, он будет делать вид, что он не слышал. Вот, наверное, так надо перевести слово «яхриш». Человек, которого не хватает терпения, он будет делать глупости, он тут же будет реагировать. И это «Мисупак бедаркейгабиновая сейхель». И такой путь сразу же реагировать и отвечать, это путь, который разум и сейхель, разум и бина, и так далее, показывает, что так делать нельзя. Доказывает это. Что вот этот кацар-руах, вот такое вот быстрое реагирование, он, оно показывает, относится также к тому, но это быстрое реагирование бывает и у того, которого долгое терпение. Что «апа имгу авахи сани», что на самом деле терпение, долгое терпение, когда человек проявляет свое терпение, это внешнее проявление. Но иногда человек, внешне улыбаясь и так далее, внутри кипит наш разум, возмущенный и смертный бой вести готов. Он внутри себя уже давно закипел и так далее. И такой человек, он не может долго держать свой разум. И в сердце будут нарисованы картины мести, и как, что я с ним сделаю, и так далее. И несмотря на то, что он будет долго-долго терпеть и не делать открытого зла, и будет внутри себя сохранять на время, на удачное время, когда я, наконец, ему выскажу то, что я думаю. И это не только против тоже, против Даркей Твуны, против разума и путей, разума, мыслей и так далее. Но это... Вот попробуй переведи это на русский язык. Меня требует, чтобы ни одного слова на иврите я не говорил. Это не только против Даркей Твуна, но и против Даркей Хохма. Это не только против путей разума, но и путей мудрости. Я не знаю, это одно и то же. Хохма и Твуна на иврите – это хохма, это информация, получаемая извне. Бина – это информация, которая проработал в себе и принял ее, сделав анализ. Когда мудрость хохма, она говорит человеку, чтобы он не рисовал прахи и картины в своем сердце, а только, наоборот, пытался их сразу же стереть, убрать и забыть. И наоборот, чтобы он был в сердце, в качествах своих, был долготерпимым, милосердным, скромным и быстренько прощал. И человек, который делает наоборот, это против путей мудрости. И об этом сказано, что человек, которого кацар руах, человек, которого короткий руах, он поднимает глупость. Что несмотря на то, что он сразу же не высказывает, не поднимает голос, не орет, не кричит, не бьет посуду и так далее, но, тем не менее, то, что в нем накапливается, это та глупость, которая в результате придет к исане. К исане от слова сане, от слова враг, к вражде. Потому что зло, которое человек держит в себе, бессеттер, в тайном образом, чтобы он стукнул когда-то своего приятеля, это зло выйдет наружу, поэтому оба эти пути становятся неправильными. Теперь по Мальбиму как звучит этот посуд. Я еще раз считаю по-русски, а потом предсчитаем, как он звучит по Мальбиму. Вспыльчивый совершает глупость, а злоумышленник ненавистен. Мальбим говорит, что когда человек сразу же проявляет свою злость, он проявляет глупость сразу же, потому что все пути мудрости, разума, хохмы, все говорят о том, что не надо мстить, потому что никого толку от этого не будет, а зло стопроцентно будет. Человек же, который начинает терпеть и хранить это в себе, это приводит к тому, что у него растет сена, растет ненависть, и эта ненависть когда-то проявится, и это тоже плохой путь. Говорит Мальбим, что нормальный путь это сглаживать, не только сглаживать, но быстренько простить и быстренько убрать из сердца, чтобы в сердце не осталось следов этих вещей. Как это делать, Мальбим не пишет. Он пишет, что это надо делать. Как этому научиться подержить арбуз, откуда я знаю? Это вопрос сложный, потому что на самом деле обычно, если не вспоминать постоянно какие-то вещи, то обычно они действительно все эти циверим, все эти рисунки, которые нарисованы, уходят и так далее. А если их сохранять тщательно и вскармливать, даже если не отвечать, то действительно ничего хорошего из этого не происходит. Но как это делать? Есть люди более-менее злопамятные. Знаете, есть такой анекдот. То очень злопамятно, говорит одна тетенька, другой говорит, что ты, у меня жуткая память, я все записываю. Так вот, когда человек действительно старается сохранить это у себя, даже не отвечая, то Азоханвей ничего хорошего не получится. Гагро объясняет чуть-чуть иначе и тот комментарий, который дает Гагро, он больше подходит к русскому переводу, который мы прочитали. Говорит Гаон так, Кацарапаймиасеавлад, тот, у которого короткое терпение, он будет делать глупости. Есть два вида Рашоем, говорит Гаон. Первый вид Рашоем, который называется Ра, и второй, который называется Мирма. На русском языке и то, и другое переводится словом плохо. Но в чем разница между этими словами? Ра – это действие, которое я делаю, то есть Раша, которое делает плохо своему товарищу. Мирма – это зло, которое существует не в действии, а в мыслях. То есть, он думает плохие вещи про своего товарища, но разговаривает с ним исключительно идеально, только хорошо. Я уже, говорит Гаон, объяснял это раньше, и действительно, мы это учили во второй главе, что такое Ра и что такое Мирма, но это было уже очень много времени назад, уроков так 108 примерно назад. Поэтому, я думаю, что все забыли. Но, тем не менее, Гаон тоже понимает, что мы могли забыть, и объясняет разницу между понятием Ра и Мирма. И это разница в переводе этих слов, в толковый словарь, который переводит Ра действием, Мирма – мыслями. И он говорит, что человек, который кацарапаем, у которого не хватает терпения, это человек, который в своей природе ракзан, гневлив, вспыльчив, во, вспыльчив, и он не может сохранить в себе, в своем сердце, свои мысли, свои желания и так далее. Поэтому он сразу же делает действие. То есть он тот, кто называется Ра. И он действует оближу в даст, без того, чтобы немножко успокоиться, немножко подумать, а может быть не стоит, может это неправильно. Он чего-то услышал, чего-то увидел, он тут же, мужик сказал, мужик сделал. В ту же секунду. Но, иш, мазимот, и сна, и саны. Но человек, который мазимот, мазимот – это марима. Вот то, что переводится, зло, которое делается не действиями, а мыслями. Оно… Злоумышленное. Злоумышленное. Да. Так вот, эти вещи, человек, который, действия его, оно хорошее, а мысли его плохие, то этот человек будет нелюбим. Что имеется в виду? Он будет, к нему будут относиться с враждой. Как он здесь перевел, я думаю, что ненавистен, я думаю, он перевел. Я бы на него вместе так перевел, так он и перевел. Ненавистен. Но, да, наверное, это дословный перевод. К нему будут относиться с ненавистью. То есть, человек, который делает мэриму, думает плохие мысли в сердце и не открывает наружу, не выходят его мысли. Несмотря на это, его будут ненавидеть. Почему? Ведь он не делает никаких действий. Какая разница, что в сердце человека? Объясняет Гаон, что есть пасук, пасук, который написан в Мишли, в 27 главе, мы пока до него не дошли, но этот пасук очень известен и его цитировал Игаон и Мальбим уже неоднократно, который говорит «Кемаем, гапаним, лапаним, как вода, лицо к лицу». Давайте посмотрим полностью этот пасук, как он звучит. Это 27 глава, предложение номер 19, те, кто хотят посмотреть. 27, 19, сколько листать надо? 27, 27, 19, вот. Говорит Шлома Амеллах «Кемаем, паним, лапаним, кен лев гаадам, лаадам». Как вода к воде, лицом к воде, вода с водой соединяется, так сердца человека будут друг к другу. То есть, когда человек не видит, не знает этого, что к нему кто-то плохо относится и слышит, как о нем говорят комплименты и так далее, тем не менее, он будет, не зная этого, будет ощущать, я не знаю слова, знать и ощущать очень трудно. Короче говоря, тем не менее, отношение к человеку, который к нему внутри относится плохо, у него тоже будет плохое. Кемаем, по ним, лапаним, несмотря на то, что я никогда не слышу, что мне что-то плохое сказали, я буду знать, ощущать каким-то образом та-та кора подсознательно, что этот человек ко мне плохо относится. Поэтому, первый вид злодея, это говорит Шлома Меллах, не я, мне это однажды сказал Рэбби Федери, первый раз я услышал эту цитату от Рэбби Федери, он сказал, что надо бы ребенка перевести в другой класс, не может быть, что он ко мне относился, я, так говорит, к нему плохо отношусь, я знаю, ничего не могу сделать, не может быть, я делаю вид, что отношусь хорошо, но не может он это не почувствовать. но это был самый конец года, потом все прошло хорошо и так далее. Рэбби все-таки взрослый, он как-то может регулировать, но, говорит, мальчик немножечко хулиганистый, поэтому и к мае, по ним или по ним, наверняка отношение будет такое же, а мне он мешает в классе, и, соответственно, вот, понятно. Так вот, здесь говорит Шломан Эллах, что умный человек, это человек, который будет сразу гасить это, но гасить так, чтобы не только внешнего проявления не было, но даже внутри этого не оставалось. Мальмик говорит, что потому что, если это остается внутри, то в результате это выйдет наружу, а Гро говорит, это не выйдет наружу. Мы говорим о человеке, который умеет владеть собой идеально, и, тем не менее, его будут ненавидеть, потому что внутри он ненавидит кого-то другого. Поэтому и Коцарапай, и Орехапай у человека, это плохо. А что должно быть? Не должно быть вообще опай, не должно быть вообще гнева. Гнев должен уйти, а не находиться внутри или снаружи. Ни то, ни другое не является хорошим. Но понятно, что уходит он не за один день, и понятно, что Коцарапай, когда он сразу не ответил, это лучше, чем Орехапай, когда он сразу не ответил, это лучше, чем он ответил, но он должен не ответить для того, чтобы стереть это полностью. Есть такие люди, у меня сейчас один из моих учеников, Талдот и Шурун, у него как бы есть свои недостатки, но совершенно потрясающе не умеет обижаться. То есть он умеет обижаться, но примерно на 10 минут, максимум. Я никогда еще не видел, чтобы больше. Он уходит полностью. Главное, он сам знает это свое качество. Он немножко посмеивается, что думает, что жене его в этом плане. Во всех остальных я не знаю. Но в этом плане поведет 100%, потому что он совершенно не в состоянии обидеться. Я так завидую. Но хорошие завистия я имею в виду. Окей. Двинемся дальше. Восемнадцатое предложение, да. Восемнадцатое предложение говорит. Я думаю, что вы все знаете таких людей на самом деле, которые абсолютно не видят, что им было сказано, и не только снаружи, а даже внутри эта вещь сразу же умножается на ноль. Таких людей немного, но такие люди есть. Окей. «Простаки получают в удел глупость, а благоразумные увенчают сознанием». Очень близко к тексту перевел. И я даже не знаю особо, как прокомментировать. Начну с Мальбима, потому что посылка, который по Гаону невероятно трудный. Говорит Мальбим, что на халупе Таиме и Влад. Мы говорили, что есть два вида. Я вначале маленькое введение. Петти и Авель – это два вида глупца. Петти – это глупец, который знает, что от него хочет Всевышний, но его соблазнить ничего не стоит, поскольку его тайва такой силы, что это как в каком-то фильме «Обыкновенное чудо». Меня также уговорить легко о комфомбабушке, которая была замужем 8 раз, не считая легких увлечений. Это слово Петти. Слово Авель и Вла – это вид глупости, который другой вид глупости. А именно глупость, которая человек сомневается в том, что правильно ли говорит Тора и так далее. Теперь, после этого, давайте смотреть. Говорит Мальбим, я уже объяснил, что Петти – это человек, который верит в любой вещи. Ефотамин и Кселим, его очень легко, Кселим, глупцы могут его очень легко убедить во всем, чем угодно. И также Авелим. Киона Пота, она как голубь, который летает с места на место. Сказали так, полетел туда, хлопнули в ладошку, перелетел обратно. Уми Кабеля Аблат, Восфиког, Водорет Нахала. Такой человек получает глупость и сфекот, сомнения, имеется в виду сомнения в Торе, как свое дело, как наследство. Как будто он получает по наследству от других. То есть, есть какой-то человек, к которому пришла в голову какая-то кушья, какая-то трудность на замысел Всевышнего, на Тору. Он эту глупость проанализировал, высказал. Один человек прореагирует, чушь несешь, катись отсюда. Другой прореагирует, у, потрясающий вопрос, и начнет сомневаться и не понимать уже ничего и никак. Вот об этом Петти идет речь. Он получает от других мыслей, других, которые приводят к плачевным результатам. Но человек, который Арум, мудрый человек, который идет вот таким вот путем, он обратное понятие Петаим, обратное понятие Петти. Это люди, которые все проверяют, все экзаменуют и не делают никогда ни одной вещи, пока они не узнают точно, на сто процентов, зачем им это надо делать. И несмотря на то, что они, может быть, не очень умные, не очень мудрые, с хохами и с биной у них очень как бы бедявит, не самый идеальный вариант, но у них, они ектиру дат, они положат корону на свое познание, на свое знание. Дат станет короной на их голове. То есть, они ничего не сделают без даты, без того, чтобы все проанализировать, проверить 10 тысяч раз. Иногда эти люди очень занудны бывают, но тем не менее. Такие люди не сделают легко, они не будут легкомыслены, они не сделают Авейру легко, потому что они услышат какую-то идею, которая им понравится. Это так объясняет Мальбин. С Гаоном у меня сейчас некоторые проблемы возникают, потому что за оставшиеся три минуты весь комментарий Гаона здесь написан курсивом. То есть, весь комментарий, который Гаон считал, что написан Альпикабола. Поэтому, для того, чтобы его объяснять, обычно трех минут не хватает. Я не знаю, что мне делать. Но будем читать. На холопе Таиме Влад, говорит Гаон, имеется в виду, что есть три составляющие, три творца, компаньона, которые рожают человека. Это Гакодыш Баругу, Абифа Емо, Всевышний, Папа и Мама. Это приведено в Геморике души на Дафламид, что трое участвуют в создании человека. Там проведено, что именно каждый из них делает, мама дает белое, папа дает... Не, мама красная, папа белое, а Всевышний... То есть, мясо гиден... Мясо дает мама, гиден в отцомот кости, и... Гидим это... Сухожилие дает папа, а Всевышний дает душу. Из этих трех участников, трех компаньонов, двое дают две короны, а двое дают два склада. Сейчас увидим, что это значит, или не увидим. Нахала, Нахала, удел, наследство, это бейтвагон, то, что называется бейтвагон. Это написано будет в Мишли, в другом месте. Мне придется этим воспользоваться. Я думаю, что мне придется вернуться к этому посугу. Мы только начнем его разбирать. В 19-й главе предложение, номер, какое предложение? Один момент. 14-е предложение, 19-й главы, Шлом Амеллах говорит, один момент, вот он говорит, бейтвагонна халата, вот, умирашеми шамаскелет. Много богатства дается отцами, это наследство, которое получено от отцов, дедушек, родителей и так далее, а от Всевышнего умная жена. Шлом Амеллах объясняет, что, о чем идет здесь. Он говорит, что человеку нужны для жизни три вещи. Квартира, нужды, которые нужны, какие-то деньги на использование, в тарелке, чтобы кушать, еда, которую он ест, и жена. Как сказано, дайм их сарафа шерех сарла, посугу я не буду приводить. И объясняется, что имущество он может получить по наследству, но иша, она, жена, она всегда от Всевышнего. Гаон объясняет, что имеется в виду, что дом это митцвот асы и митцвот лота асы. Он приводит доказательства, откуда он берет это. Бэхохмэй бэнэбай тунэ твуатит канэн. Что в мудрости строится хохмэй, строится дом, а бинэй твуна он наполняется. Вще гасмоль гуга саат ла имин бэ коль давар. Всегда левая помогает правому. Бинэ это левая, хохмэ это правая. Поэтому изначально нужно помещение, потом наполнится это помещение уже с помощью бины. И поэтому человек, который сидит и не делает ничего, он делает авеэру, он делает преступление. Нет, я не туда посмотрел, извините, пожалуйста. Каждый человек, который сидит и не делает преступление, засчитывается, ему дает награду, как будто бы он сделал митцу. За то, что я не нарушаю митцвот ла-та-асы, меня награждают, как за то, что я сделал митцву-асы. Гон это Тора, множество это Тора, и об этом сказано. Я вижу, что я не могу, это надо начинать сначала, я сокращу. Давайте мы вернемся к этому в следующий раз, и гаона на 18-й пасуг мы будем читать в следующий раз, потому что нельзя так делать, как я хотел сделать. извините, мы мало прошли, но с целью веку.